В октябре 2021 года президент Российской Федерации официально установил праздник День Отца. Отныне его будут отмечать каждое третье воскресенье октября. Как проводили этот день и поздравляли пап в Ерофеерене, узнаете прямо сейчас. В какой? В самой лучшей передаче этого мира, конечно же, Лайф Лайф. Празднование организаторы поделили на две части. В первой ученики спортивной школы Олимпийского резерва по хоккею с мячом СКА Нефтяника поздравили своих отцов на льду. Посмотрим, как это было. Все уже слышали, что впервые официально празднуется. Может, неофициально, конечно, папочек всегда всех поздравляет каждые выходные. Но официально впервые отмечается в России День Отца. И мы решили поддержать этот праздник и пригласить отцов наших юных чемпионов, чтобы они научили их кататься на коньках. Сегодняшняя эстафета – сближение детей с отцами. Дружеские эстафеты – показать, на что способны родители, на что способны их дети. И посоревноваться между собой. Выяснить в нашем любимом виде спорта, кто же все-таки чуть-чуть сильнее, быстрее, ловче. Вот так День Отца, конечно, когда отец и ребенок выясняют между собой, кто лучше, смелее, сильнее и так далее. Но вы придумали по-хитрому. Константин Геннадьевич, знали ли вы когда-нибудь о существовании праздника День Отца? Нет. Этот день все хотели, будировали, чтобы он все-таки признали. Есть же День Мамы, есть 8 марта, детей, а вот по отца нету. Поэтому сейчас этот праздник, и спасибо, что он есть. И я считаю, что сегодня прошел великолепный турнир, где мы им от учреждения подарили кружки великолепные. Там с надписью «Мой папа – мой герой». А ты вообще раньше отмечал День Отца до сегодняшнего дня? Да. Каждый год вы отмечали? Да. Да. А в какой день? Ну, по выходным. Да! Каждый выходной – это День Отца, верно? Три качества. Почему твой папа самый лучший? Потому что он меня всегда поддерживает, любит, помогает. Он добрый. Он всегда нас поддерживает, всегда нас любит. И, ну, он постоянно с нами проводит время. Папа со мной играет в хоккей, поддерживает меня и гуляет со мной. Мы с ним много проводим времени за хоккеем. И все? Потому что он тебя кормит, покупает тебе подарки и дает тебе крышу над головой, не забывая об этом, окей? Ты поздравил сегодня отца? Каким образом? Рассказывай. Я его обнял утром и поцелал. Папа, я тебя поздравляю с Днем Отца. Папа, я тебя поздравляю с Днем Отца. Желаю тебе самого лучшего, чтобы ты никогда не болел, чтобы у тебя все получалось. Папа, я тебя поздравляю с Днем Отца. Желаю счастья, здоровья. Я люблю, когда ты играешь со мной в хоккей. Это очень классно. Папа, поздравляю тебя с Днем Отца. Папа, передаю тебе привет. Поздравляю. У нас замечательный папа, отец моих детей. Поэтому от имени своих детей, от имени себя поздравляю нашего папу Алексея с Днем Отца. Ты лучший. Всех отцов с праздником. Наконец-то мы дождались этого хорошего для нас честного праздника, праздника отца. Поэтому всех пап с праздником поздравляю. Вторая часть мероприятия проходила в холле-арены. И здесь уже могли принять участие абсолютно все желающие. Давайте посмотрим, как это было. Холл Ерефия-арены разделен на такие интерактивные площадки. Здесь можно абсолютно в каждой зоне занять себя и своих отцов интересной игрой. Вот, допустим, вот эта вот зона. Расскажите, что здесь делать нужно? А, кстати, во-первых, вы отец? Я отец. Ой, я вас поздравляю, сегодня ваш праздник. А вы здесь находитесь. Вы должны уже быть давно, это, отмечать. Так мы отмечаем, с пользой для дела. Что нужно делать? Нужно принять участие. Хорошо. Что, нужно поднять гирьку, и тогда что? Я смогу эту гирьку поднять, только если мы спорим на пять тысяч. Мы вам поставим печать, лапку. Сколько вот эта вот гирька? 16 килограмм. Ага, а вот эта? 9. Начнем. Смотри, шоп-контент. О, легкодня, вообще. Это была гирька, 9 килограммов, так. Теперь гирька 15 килограммов, да, 16. Вот и... Все, хватит. Все, поехали домой. Я на неделю в отпуск точно. Поставите мне лапку. Я же очень старалась. Одна лапка. А сколько нужно лапок заработать? Четыре. 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 Вообще могу лучшим отцом сегодня стать. Ладно, я попробую добиться сегодня этого статуса. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляю. Молодцы. Мы пошли дальше. Здесь зона, где играют в шахматы отцы и дети. Да? Да, все верно. Здравствуйте, вы отец. Поздравляю вас, во-первых, с праздником. Хотите обыграть своего маленького сына сегодня в шахматы? Не знаю, получится ли. А тебе придется поддаваться, потому что у твоего папы сегодня праздник День Отца, окей? Покажу. Гвоздики вы тут бьете. Можно мне гвоздик забить? Дайте мне гвоздь и молоток. Я могу прям в пол забить. В пол? Да? Гвоздь. Есть. Куда бить? Скажите. Так. Переворачивайте, понимаете? Чтобы не дойти. Вот это? Вот так? Нет, вы что, смеетесь надо мной? Если я буду сюда пальцы, если я сюда пальцы поставлю, я буду по пальцам. Смотрите, я придумала. Нет, подождите, а давайте ваши пальцы, ваши пальцы поставим сюда, а я буду бить. Я не вашу понял, но я не готов. Так. А вот сюда. Надо своей ручкой. Сначала я буду делать, я буду делать, я буду делать макарушечку. А. Сначала, потом, да. Переведите мне на карточку за гвозди, кстати. Да? Переведите, нет, мне. 500 рублей, как договаривались. Все. Заработала так свой первый миллион, кстати. Друзья, я вам напоминаю, что теперь официально третье воскресенье октября – это праздник День Отца. Если вы вдруг не знали об этом празднике или забыли поздравить своих отцов, самое время сделать это прямо сейчас. Ведь мы не любим отцов в День Отца, мы любим своих отцов каждый день. Пока.